В первые дни весны мы традиционно отмечаем Международный женский день. В Национальном университете Одесская юридическая академия, где 70% коллектива составляют женщины, всегда особенно готовятся к 8 марта. Ни одна из представительниц прекрасного пола не остается без внимания. Чтобы порадовать виновниц торжества в преддверии весеннего праздника, талантливые студенты готовят концерт, а также все получают море цветов, приятные подарки, поздравления и теплые пожелания от президента университета Сергея Кивалова. Напомним, что именно он отстоял праздник 8 марта. Благодаря десяткам депутатских запросов и обращений, широкомасштабные акции «Мы защитим ваш праздник». Сегодня этот день остался в праздничном календаре нашего государства. Съемочная группа телеканала «Репортер» в этот день также ощутила праздничную атмосферу, которая царила в ведущем вузе страны. Подробнее в сюжете далее. В Национальном университете Одесская юридическая академия трогательно и красиво отмечают Международный женский день. Ведь большинство преподавательского и студенческого состава вуза – это женщины. С самого утра спешивших на лекции и семинары студенток и преподавателей встречались с теплыми пожеланиями и праздничными открытками от президента университета Сергея Кивалова. Такое внимание не оставило равнодушной ни одну девушку. «Это очень классно, что наступила весна. Это прекраснейший просто праздник, когда мы можем дарить друг другу настроение, какие-то подарки друг другу. Это все очень мило. Мы очень рады тому, что в этот день мы находимся в академии, хотя 8 марта – это все-таки понедельник и выходной. Но сегодня праздник, сегодня будет концерт, кстати, в академии, куда нас всех пригласили. И мы обязательно придем. И спасибо всем за поздравления. На самом-то деле очень важно и очень здорово, что Сергей Васильевич уделяет такое внимание девушкам, женщинам, женскому коллективу. Кульминацией предпраздничного дня стал традиционный концерт, подготовленный творческими коллективами и Центром культуры Одесской Юрокадемии. Перед началом концерта в холле актового зала женщин, как и полагается, встречали с цветами. Это неизменный атрибут международного женского дня. Для нас, для женщин, это очень важно. Создание настроения, ощущение своей значимости. И, безусловно, в канун такого праздника хочется поздравить всех с наступающим праздником и высказать слова благодарности нашему руководству Сергею Васильевичу, который, невзирая на все сложности, все-таки отстоял этот праздник, приложил большое усилие для того, чтобы этот праздник у нас был. Хочу всех женщин поздравить нашего университета с наступающим прекрасным международным женским днем. Хочу сказать спасибо огромное нашему университету, а также Сергею Васильевичу Викивалову за то, что каждый год радует нас такими приятными женскими сюрпризами, мелочами. Такими вот нам когда-то дарили платочки шелковые, в прошлом году нам подарили плеты, которые нам очень, кстати, на карантине всем пригодились. В этом году нам подарили прекрасные именные чашки и вкуснейший чай. Спасибо большое всей Академии. Поприветствовал женские коллективы, поздравил с наступающим праздником 8 марта президент Национального университета Одесская юридическая академия, академик Сергей Кивалов. Он отметил, что в работе женщины не только не уступают, но во многом и опережают мужчин. Женщинам посвящается женщинам, которые сидят в этом зале. Женщинам Одессы. Женщины. Задумчивость Одессы. Отчего вы сильные такие? Или вам не в тягость будни быта, или горе вами позабыта? Женщины. Алены и Татьяны. Льются ваши волосы лучами, весны остаются за плечами. Женщины. Задумчивость Одессы. Отчего вы нежные такие? С праздником вас, дорогие женщины! В юридической академии трудится более полторы тысячи женщин. Это почти 70%. В этом и кроется успех ведущего вуза страны. Это и студенты, это и сотрудники, и преподаватели. Вы знаете, вот мы особенно в последнее время посмотрели на всех должностях, начальствующих должностях. Это и заведующие кафедры, и проректора, и начальники отделов. У нас женщины. Вот в этом успех. Потому что женщины, они трудятся, они работают. Женщины отличают именно усидчивость. Женщины отличают усердие. И женщины, знаете, создают хорошую атмосферу в любом учреждении, в том числе и в Национальном университете Одесской юридической академии. Знаете, мы делаем все ради женщин. И для женщин. Мелодичные песни и зажигательные танцы, мастерство художественного слова. Каждое выступление было на высоком уровне. Трогало душу и сердце. Вызывало прекрасные эмоции. От имени ущего студентского самоврядувания Национального университета Одесская юридическая академия хочется привітать всех наших черепных, прекрасных женщин академии. И студентов, и співробітников, и выкладчиков. Так, с этим прекрасным жіночим днем побежать только и всего найкрашого процветания. И, конечно же, хочется поддякувать керівництву нашего университета на чоли Сергею Васильевичем Киваловым, президентом нашего университета, про те, що завжди нас підтримують, завжди дарують такі чудові подарунки і, звичайно ж, вітають з усіма такими прекрасними святами. Іскренне желаю, щоб надежды всіх жін, независимо від того, на роботі чи вдома, обязательно осуществились. І щоб не тільки в цей день, але і з утра і до вечера, кожного дня, вони радовались тому, що вони жінки. Женский колектив Одесской юридической академії особенно благодарен президенту университета Сергею Кивалову за то, що він відстояв праздник 8 марта, коли несколько років назад Український інститут національної пам'яти підпринимав попытки відчеркнути цю дату з праздничного календаря. Тоді Сергій Кивалов і його команда піднялися на захисту Международного женського дня. Була проведена акція «Ми защитим ваш праздник», которую поддержали ветеранские і молодежно-общественні організації. Целью акції було сохранення статуса государственних праздників 8 марта, 1 і 9 мая. Були направлены десятки депутатських запросів і обращений, і данные усилия увенчались победою. Любимі праздники остались в нашому календарі і продолжають отмечатися на государственному рівні. Для нас, для женщин, які працюють в такому прекрасному университеті, як Национальний университет Одесської юридії академії, дуже важливо ощущати заботу і підтримку наших мужчин. Знаєте, якщо б не наш президент нашого университету Сергій Васильович Кивалов, то, наверное, сегодня бы женщины не получали такі букетки, не получали такі поздравлі, приятні слова, не чувствувалися героинями цього дня. Благодаря Сергею Васильовичу он стоял в наш праздник, защитил нас, і сегодня ми чувствуємо особе настроєнне, весеннє настроєнне в сценах нашого вуза. Благодаря таланту, трудолюбію і ответственності жінчини добиваються значительних успіхів в професіональній діятельності. 8 марта – це дуже сонечний, дуже яркий, дуже женственный праздник. І безумно приємно, коли ти приходиш на роботу, і твой коллектив радує тебе таким весенним настроєм. Коли з руазу ухода тебе встречають студенти з поздравительними відкритками, коли ми видим огромне кількість сотрудників з кафедр, з факультетів, які поздравляють всіх жінчин, весь жінський коллектив университета. Сегодня, в преддвері 8 марта, по іниціативі Сергею Васильовичу Кивалову, а також при підтримі первичній професіональній організації, було організовано велике мероприятие для всіх жінчин, для студенток нашого университету, для прекрасного пола. Ось дуже приємно получати такі красиві, замечальні подарки, цвети, чувствувати себе важко і чувствувати то, що тебе завжди поздравляють. Це дуже приємно і класно. Дарити цвіті і подарки ранній весною в канун женського праздника – це традиція, яку чтут в Одесской юридичній академії вже більше 20 років. Первічна профсоюзна організація вуза ежегодно готовить приятні сюрпризы для того, щоб порадувати прекрасну половину преподавательського состава. В течении дня молодым людям нужно було справиться с ответственной задачей – вручить подарок каждой жінчине, которая работает в вузі – професорам і доцентам, деканам, заведуючим кафедрами, всем преподавателям. Для этого парни заглянули практически во все аудитории, кафедры і побували во всіх учебних корпусах университета – не тільки на улиці Академіческой, але і Ришельєвській, де в цей день також царила празднична атмосфера. Ще одним приятным подарком для сотрудниц университета стала денежная премія. І така допомога також є хорошей традицією в университете. Хороша погода, чудесний, солнечний день. І прежде всього хотілося б поблагодарити Сергею Васильовичу за організований праздник, за то внимание, которое он оказывает всему женскому коллективу Академії. І то настроєнне, яке стається благодаря його заботі, всім делам, які відбуваються в Академії. Ми в красивих, чистих, теплых аудиторіях, з букетами цветів, з подарками. Це завжди доставляє всім удовольствие і піднімає настроєння. В Национальному университеті Одесської юридичної академії ежегодно этот день отмечається по-особому. І те подарки, які получають сотрудниці на день 8 марта, це така тєплая пам'ять. Як в тому році були подарені пледи, вони дійсно дуже гріли в цю студену зиму, яка була дуже сложна і карантинна. І я думаю, що такі моменти, вони зближують коллектив, вони допомагають працювати, вони заряджують той енергию, яка відбувається к успіху наш университет. Все жінчини в цей прекрасний весенний день получили массу положительних емоцій і хороше настроєння. Дорогі жінчини, я искренні поздравляю вас з цим чудесним праздником, праздником весни. Хочу, щоб в ваших домах, в ваших семьях всегда було уют, тепло, достаток і любов. С праздником вас, дорогі наші жінчини! Празднична программа, як завжди, удивила, порадовала і создала незабуваємую атмосферу праздника, який обязательно продолжиться вже в тепле домашнього очага. Дякую!